Deus Ex 3, Metal Gear Solid 5, Gears of War, Звёздные Волки 2, Dead Rising 2, а также свиной гриб получает в рыло. Гарри Поттер против Терминатора. Это и многое другое прямо сейчас. Виртуалити. Привет, меня зовут Макс Васильев, и это Виртуалити. В ближайшие полчаса вас ждёт только самая новая и интересная информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Очень скоро мы увидим кучу фильмов по качественным играм. Наиболее интересное, это, конечно, экранизации по Gears of War и World of Warcraft. А кстати, вот если бы фильм по Варкрафту снимали у нас, кого бы ты взял на главные роли? Ну, мне кажется, на роль Огра вполне подошёл бы Николай Валуев. Его, в принципе, и гримировать не надо, только рок приделать. Вместо ночной эльфики лично я отдал бы Насте Приходько. Ей нужно только чуток волосы подкрасить, душу для них цвет, глаз поменять. А вот на роль короля Личи есть только один возможный претендент. Мега-злодей отечественной эстрады Никита Джигурда. Ну а о том, какие фильмы по играм появятся в ближайшее время, вы узнаете из новостей. В Голливуде пополз слушок, что киностудия Warner Bros. приобрела права на экранизацию 3D-экшена Infamous. Игра рассказывает о Коуле, простом градском почтальоне, который после Большого взрыва получил суперспособность — метать молнии. Главную роль прочат кому-то из популярного сериала «Побег из тюрьмы». Что получится в итоге? Фильм про возмужавшего Гарри Поттера, Бэтмен Мегавольт или оживший Терминатор, терзаемый душевными муками. Надеюсь, они не превратят Коула в плачущего супергероя с синими гениталиями, как в недавнем фильме Watchmen. А то народ порядком устал от всех этих соплей. Разлипаешь ли у них, а мы хотим, чтобы был изящий мужик, чтобы с яйцами... В общем, чтобы все было. Ниндзи уже вовсю орудует в интернете. Недавно в сеть просочились кадры из фильма по игре Ниндзи Гайден, якобы за авторством знаменитого дерьмодела Увебола. На самом деле за все это кинодейство отвечает некий Айзик Флорентин. Однако, что удивительно, фильм получается в абсолютно увебольской манере. Что касается самого Увебола, то он сейчас совсем охладел к экранизации видеоигр. И наоборот, выпустил игру по мотивам собственного фильма «Тоннельные крысы». Игра, надо сказать, трэшовый трэш про войну во Вьетнаме. По жанру шутер, по форме коридорная стрелялка, по сюжету история уцелевшего после падения вертолета американского солдата и его мытарство в ямах и тоннелях. Убогая графика, серые текстуры, криво нарисованные враги, заставляющие напрягаться с самых первых минут игры. А от пугающих звуков можно и обделаться. Уви, Уви, что ж ты, Уви, такой Уви... Да, фильмы Уви Бола полностью соответствуют его играм и наоборот. Кстати, в Европе хотят вести закон, по которому глюки в игрушках приравняют к заводскому браку, а, соответственно, покупатели смогут обменять, ну или вернуть в магазин забагованную версию. Посмотрим, что на это скажет Уви. А мы сейчас расскажем вам о самой секретной выставке. Привет! Добро пожаловать в жаркую и солнечную Калифорнию. В Лос-Анджелесе сегодня ветрено, но это самый хороший ветер, ветер перемен, который принес нам EA3. Пойдемте смотреть. Мы приехали на эту выставку, потому что узнали, что электроники решили раскрыть все свои секреты. Они пригласили журналистов со всего мира, чтобы показать свои главные проекты, в том числе и секретные. Нам дали поиграть как в громкие тайтлы, такие как Need for Speed Shift и Battlefield Bad Company 2, так и в совершенно незнакомые игры, как, например, Саботер и Brutal Legend. Добрая пара десятков названий на доброй сотне консолей и PC была к нашим услугам, чтобы любого свести с ума. Сложно подумать, что среди стольких взрослых людей столько игровых маньяков, они все одержимы, ну и я тоже. И не мудрено столько игр, все такие интересные, все такие вкусные. Нужно смотреть каждую, но глаза разбегаются. Соберу глаза в кучу и пойду смотреть. У нас сразу же зачесались руки, и мы принялись крошить всех в капусту по сетке в Battlefield Bad Company 2. И заметили, что игра-то похорошела. Мы уделили большое внимание транспорту, теперь можно проехаться абсолютно на всем, и управлять транспортом стало намного проще. Также теперь в игре можно разрушить все, что угодно, хоть все здание целиком. Так что ваш противник от вас больше нигде не спрячется. А затем нас одолела жажда скорости. Утолять ее посчастливилось игрой Need for Speed Shift. В этой игре мы сосредоточились не на коллекционировании тачек и прокачке, а на том, чтобы сделать из игрока настоящего пилота спортивного автомобиля. Мы сажаем его за руль мощной машины и делаем гонки точь-в-точь такими, какие они в жизни. Здесь все дело в профессионализме. Скорость вообще штука созидательная. Она рождает креатив. И И-3 — это просто-таки мекро-искусство, и не только в видеографике. Вот за моей спиной творится настоящая живопись. Давайте узнаем, откуда берется вдохновение. Привет, что ты рисуешь? Привет, я делаю иллюстрацию к игре Need for Speed Nitro. Я пытаюсь передать всю энергию игры в этой картинке, а вдохновляет меня музыка, фанк и хип-хоп. А вот других людей окрылила рок-музыка, и они создали настоящий шедевр — Brutal Legend с певцом и актером Джеком Блэком в главной роли. Это уморительная история о том, как его цифровой двойник случайно попал в каменный век и с помощью секиры и гитары начал побеждать зло. Что это за звук? Это рев дьявола, это ангельское пение. Это охренительно круто. Действительно круто. В преддверии и как бы в противовес главной игровой выставке мира E3, EA3 дала нам возможность своими руками пощупать игры, о которых мы слышали лишь вскользь, чтобы потом рассказать вам о каждой из них намного подробнее. Выставка EA3 заканчивается, что можно сказать, впечатлений кучей, потому что игр было представлено великое множество. Будет что переварить в своей голове. Ну а сейчас мы отправляемся есть сладости, чтобы переварить их внутри себя. Ну что ж, электроники как раз успели подсуетиться и организовать собственное игровое шоу перед самой крупной выставкой E3. Так, стоп. Вы ничего не знаете про E3? Интеллект, расскажи. Ну только давай повеселее, как ты умеешь. И с девчонками. Мафия 2, Прототайп, Дьявола 3, Тысячи возбужденных геймеров, толпы полуголых красоток. Все это E3. А впервые эта международная выставка электронных развлечений прошла в мае 95-го года в Лос-Анджелесе. Тогда в ней участвовали лишь такие мегагиганты игровой индустрии, как Sega, Sony и Nintendo. С тех пор выставка стала проводиться ежегодно, собирая толпы любознательных геймеров. Например, в 2005 году на выставке побывало более 70 тысяч человек, установив рекорд посещаемости. Народ завлекали ожидаемыми игрушками, новыми поколениями консолей, а также всевозможными знаменитостями. Стэн Ли, автор комиксов про Человека-паука, Людей Икс и многих других, легенда скейтборда Тони Хог, а также заслуженный ридик всего Голливуда, актер Вин Дизель. Именно на E3 публике впервые были показаны StarCraft, Final Fantasy VII, Half-Life и легендарный долгострой Duke Nukem Forever. Начиная с 2007 года, выставку проводили только для журналистов, но в этом году она снова распахнула свои двери всем желающим, и мы наконец-то увидели Heavy Rain, God of War 3, StarCraft 2 и новый Need for Speed. К сожалению, испугавшись свиного гриппа, некоторые издатели не приехали на выставку, поэтому там не было таких ожидаемых проектов, как Dead Rising 2. Но, тем не менее, E3 2009 года — одно из самых главных игровых событий, подробный отчет о котором смотрите в одной из следующих программ. Далее виртуалити. Deus Ex 3, Metal Gear Solid 5, Звездные волки 2, а также игра для настоящих психов, с кем подраться на выпускном вечере. Это виртуалити, мы вернулись. Британские заключенные общаются со своими бандами при помощи сетевых игр. Именно к такому выводу пришли английские полисмены, изучив поведение преступников, имеющих доступ к приставкам. Также узники научились использовать кодовые слова в играх для передачи важной информации. Как они это делают — непонятно, но все равно, запуская какую-нибудь онлайн-игру, будьте на чеку. Вдруг ваш компаньон засаженный за решетку злоумышленник? О том, в каких играх вам не стоит бояться заключенных — в новостях. Страшная война разразилась и в зелёном космосе. Несколько фракций не поделили безмолвное пространство, одна кучка корабля атаковала другую, к ним присоединился космический флот новой империи, в общем, началась война. А нет, это не бред больного свиным гриппом писателя-фантаста, это завязка космической стратегии с элементами РФГ. Звёздные волки 2 — гражданская война. Геймеру обещают масштабный сценарий, нелинейный сюжет, множество концовок, куча персонажей и навыков. Все это в сопровождении какой-то безумной песни в исполнении ветеранов космических войн. Уши вянут и сворачиваются в трубочку. Одно хорошо — в космосе звуков не слышно. Вакуум не. Если вы гоблин, это ещё не значит, что надо быть тупым, зелёным и злым. То есть зелёным быть обязательно, а всё остальное... Ну вот вы сами посмотрите, какая милая зеленокожая троица нарисовалась в квесте «Гоблинс 4». Детектив, волшебник и добряк-здоровяк выполняют ответственное поручение забавного короля-коротышки. И где они только не побывают, переживут атаку хищных растений, увидят танцы огромного зелёного чудика, попадут в пасть кому-то большому и зубастому и выйдут из всего этого целёхонькими. Ну, графических приключений, конечно, выглядит слабовато, зато фирменный юмор серии на месте. А ведь, что самое главное для «Гоблина», как следует – поржать! «Рок-н-ролл мёрд». Во всяком случае, так можно подумать, поиграв в японский аналог «Гитар Хиру» в консольный проект «Рок Революшн». Единственное, чем может зацепить этот неудачный клон – неплохой, но небольшой набор песен. Всё остальное начинает причудливых барабанов, похожих на шаманские там-тамы, и заканчивая неудобным грифом, по которому бегут маленькие ноты. Играть неинтересно, мелодию не чувствуешь, и даже всякие штуковины типа отравленных нот и хитрых комбо не вытягивают эту музыкальную поделку. Короче, «Рок Революшн» пошёл вон со сцены. Пухлый саунд! Бу! А теперь вернёмся к отечественным новинкам. Недавно вышло серебряное издание шутера «Сталкер». Помимо самой игры и нескольких патчей, ну это традиционно, в комплект входит дополнение «Чистое небо», а также куча видеоматериалов о создании проекта и аудиокнига «Клык». Самое примечательное, что помимо русской версии «Сталкера» в коробке присутствует и украинская. Представляете, идёшь ты по Припяти, и вдруг сзади голос «Хай соби, живи и митсне!» А это ты о чём? Да не знаю, вспомнилась откуда-то. А ты часом с ума не сошёл, как герой нашего следующего сюжета? Бэтмен сошёл с ума, тёмный рыцарь устал от подвигов и на нервной почве тронулся рассудком. Примерно так можно решить, окинув беглым взглядом новый стелс-экшен «Бэтмен Архем Асайлум». Собственно, что такое Архем Асайлум? Это знаменитая готэмская психушка. Её основатель, кстати, закончил свои дни, сошёл с ума и покончил жизнь самоубийством в её же стенах. Соответственно, с пациентами там обращались по-особенному. Здешние доктора верили, что психозы можно лечить отрезанием конечностей. Это, правда, не лишено смысла. Вот отрежешь так кому-нибудь голову, психоз-то и пройдёт. Кстати, сам Бэтмен тоже был сторонником этого метода терапии и сам чистенько захаживал в готэмскую психбольницу попрактиковаться. Хотя, конечно, публично об этом никогда не говорили. Но вернёмся к игре. Как бы вам того не хотелось, но Тёмный Рыцарь всё-таки неумалюшённый, а в психушку приехал для того, чтобы сбагрить туда свежеотловленного Джокера. Однако этот буйно помешанный всех перехитрил. Распинав охрану, он вырвался, понаставил везде бомб, да ещё и освободил всех пациентов дурдома. А эти душевно больные люди, между прочим, все те, кого на протяжении своей геройской жизни Бэтмен ловил и сдавал главврачу. В итоге Бэтмен оказался в здании, кишащим психами и головорезом. За каждым его шагом с помощью камер следит Джокер, и человек в летучей мыши ничего не остаётся, кроме как прятаться, скрываться, ныкаться. А уж это он умеет. К тому же в его распоряжении обширные наборы всех гаджетов, которые мы видели в фильмах и комиксах. Бета-ранги, дымовые гранаты, мини-лебёдки и знаменитый плащ, на анимацию которого разработчики потратили два месяца. В общем, на плечах игрока непростая миссия. Во-первых, успокоить психов, при этом оставаясь незамеченным. Во-вторых, изловить Джокера. В-третьих, предотвратить взрывы. И самое главное, самому не свихнуться. А то ведь как бывает, только сел поиграть, только к боссу подобрался. А тут ночь наступила, а завтра экзамены. И вот ты себе уже думаешь. Ну чё, ещё один уровень и спать. Ну хорошо, хорошо, только мочу одного босса и всё-всё-всё, всё выключаю. Так что, дорогие борцы с преступностью, одевайте шапочку с острыми ушками, чёрный плащик, трико и отправляйтесь в психушку. Но чтоб к утру все были на своих местах, приду, проверю. Далее в виртуалити. Свиной гриф получит порылу. И с кем подраться на выпускном вечере. Это в виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Ожидаемый миллионами геймеров экшен Deus Ex 3 не выйдет в этом году. Об этом заявил президент компании AIDES. И очень жаль, ведь игра поднимает актуальную тему. Вживление в организм человека кибернетических штуковин. Выход переносится на следующий год. А в наших новостях речь пойдет о проектах, которые появятся гораздо раньше. Возликуйте поклонники японских RPG. Скоро выйдет проект White Knight Chronicle. У слада для любителей больших глаз, огромных клинков и дотошной прокачки. Главный герой игры — парнишка Ленарт, он же Белый Рыцарь, и его подружка-односельчанка Юля. А главного злодея зовут, вы не поверите, Чёрный Рыцарь. К сожалению, больше про сюжет пока ничего не известно. Но наверняка Белый Рыцарь — хороший, Чёрный — плохой. Бои проходят в реальном времени, а перед сражением можно отдать какие-то особенные команды своим персонажам. Также в игре тусуются боссы, комбо, магия и куча шматья для героев. В общем, всех этих рыцарей белых и пушистых, чёрных и шершавых ждите к лету и только на консоли PS3. Тигран Деревянко со своими волшебными клюшками снова в ударе. Он улыбается нам во весь свой зубастый рот с обложки симулятора гольфа Tiger Woods PGA Tour 10. Всё, что от вас потребуется — это что есть мочь ударить клюшкой по мячу и громко крикнуть «МЯЧ!», пока этот мяч летит. Желательно ещё, конечно, куда-нибудь попасть. А уж если этот белый засранец угодит прямо в луночку, тут же можно уже и кричать «Ура!» и бросать в воздух клюшки, клюки, клюшечки как клюшечки. Выход консольных версий игры запланирован на 8 июня. Тогда-то мы не узнаем, правда ли, что Тайгер Вудс А.К. Тигран Деревянко боится термитов, играет в гольф в гольфах и ходит со вставными зубами. А пока... МЯЧ! Свиной гриб получит в рыло. И не только он. Все, кто замышляет зло, горько пожалеют об этом, встретившись со спецотрядом морских свинок в игре GeForce. GeForce Это мультиплатформенный экшен по мотивам грядущего диснеевского блокбастера «Миссия Дарвина». Он рассказывает о безобидных с виду грузунах, которые на самом деле специально подготовленные агенты, выполняющие правительственные задания. Наша служба не опасна и трудна. Отряд пушистых и беспощадных состоит из командира Дарвина, крепыша Бластера и красотки Фуарес. А помогает им летающий супер-боец Мух. По жанру это будет обычный платформер. Одна секундочка, минутка. Так, мне тут кто-то микрофон вырывает. Что это? Кто это? Какие-то? Да вы что, совсем освинели, что ли? Подонки! Какой нах? Свиной гриб! Дорогу свиньи! Какай в руку! Какай в руку! Интеллект! Завязывай со своим трэшем! Что за свинство развел? Тем более сегодня праздничный день. Че-то я в своих базах данных сегодня праздничных событий не нахожу. Кроме того, что в Китае в 97-м году было зарегистрировано самое большое в мире страусиное яйцо весом 2,5 килограмма. Знаешь, это так себе праздник. Ты что, сегодня у нас выпускной в Академии Вархаммер Онлайн? Ну? Когда уйдем со школы на банк? Равняй, стройся! Внимание, бойцы! Наш курс обучения в Академии Вархаммер подошел к концу. За это время каждый из вас, кто не сгинул в жерли войны, стал самостоятельной и смертоносной боевой единицей. Теперь для вас открыты двери всей гильдии мира Вархаммер Онлайн. Такого матерого рубаку с радостью примет в свои ряды любая группа. Сегодня у вас выпускной! На нем мы покажем вам кино про то, какими вы были салагами и что из вас выросло. Помните, Росгильдяи, какие первые мучения доставлял выбор персонажа? Как вы сомневались, кем стать? Какую расу выбрать? Правда, некоторые из вас определили сразу, из таких вырастают самые лучшие воины. Очень понравились орки. Просто проперся от них жестко. Зеленые такие, свинорылые такие, бегают там. Очень-очень весело понравились мне эти ребята. Вот я увидел вот это зеленое создание. Думаю, ну вот же он, господи, вот тот, кого я ждал все эти годы. Что было потом? Правильно! Жесткая муштра и изматывающее набивание уровней. Сейчас смешно вспомнить, как вы постоянно сматывались от врагов и не могли бы выполнить ни одного квеста. Что делать? Куда идти? Я даже не мог первый квест просто как какой-то дурачок последний. Не мог первый квест сделать, а оказалось, что он просто под носом был просто. Изначально я начал сам, естественно, играть, качаться, там, просто залип, наверное, на сутки. Самостоятельность — это похвально. Однако без нашей академии, бойцы, вы не узнали бы многих вещей. Мускулы и клинки ничего не значат без думающей башки. Где бы вы были без учебников и матчасти? Вспомните тот день, когда вам вручили вашу личную книгу знаний. Я уже, пройдя там, ну, несколько глав, только потом просто тупо сидел, читал эти все главы, эту книгу читал, главы, там же описывается вся история, вся история, то есть поэтапно разделенная вся эта вселенная Вархаммера, да, получается. И я сидел, читал просто как какую-то сказку. Теперь вы все это умеете, салаги, и можете стать наставниками для новичков. Впрочем, кем быте, чем заниматься, решать вам. Итак, курс обучения окончен! Объявляем неофициальную часть выпускного. Пей, гуляй, гони по лесу, ведьм, сегодня можно, а завтра на рассвете в путь. Кто-то для того, чтобы погибнуть во имя Великой войны, а кто-то для того, чтобы покрыть себя славой. А когда вас спросят, где вы достигли такого мастерства, гордо отвечайте в Академии Вархаммер Онлайн. На сегодня все. Смотрите на следующей неделе в виртуалити. Терминатор. Игра по фильму, как обычно, полный отстой. Летом геймеры должны отрываться по-взрослому. Шесть игр, в которые вы обязаны сыграть, и многое другое. С вами был Макс Васильев. Стендбай!